Минус 9 на термометре и шквалистый ветер пытались нарушить планы организаторов турнира по пляжному волейболу. Зимняя его разновидность родилась на горнолыжных курортах. На берегах Невы зимний или снежный волейбол проводит Северо-Западная волейбольная ассоциация. В дань памяти полного снятия блокады Ленинграда на спортивный праздник приехало 12 команд. Впервые в соревнованиях принимают участие 4 детских команды. Здесь больше будем привлекать сюда детей, для того, чтобы они помнили, знали, что такое блокада, как было тяжело, как было трудно. И это очень полезно для нашей молодежи. Ну и у людей уже, которые приехали сюда, они уже по прошлому году знают, что здесь гостеприимно, да, будет и чай наших спонсоров, и каша горячая. Поэтому все хорошее настроение. Уже до полудня определился победитель среди юных участников. Все четыре команды представляли общеобразовательную школу номер 72 Калининского района Санкт-Петербурга. Ребята занимаются пляжным волейболом под руководством тренера Маргариты Силантьевой. Волейбол на снегу – это очень редкий вид спорта, но мы периодически ездим. Я езжу уже второй год. Нас 16 человек, нас разделили на 4 команды. Мы сыграли три игры, выиграли все. Играть было несложно, наверное, за возраст, так как мы тут вдвоем играли, самые старшие. Инициатором проведения турнира и непосредственным его организатором совместно с Северо-Западной волейбольной ассоциацией является член Общественной палаты города Кировск генеральный директор мебельной фабрики «Командор» Андрей Смолин. Главное, чтобы люди пришли, сплотились, поиграли. Всем весело, всем хорошо. Дома придут и погреются, ничего страшного. Включено в календарь у нас 9 августа будет Кубок Губернатора. Поэтому мы всех приглашаем поучаствовать летом. Летом будет тепло, будет настоящий пляжный волейбол. Мы подготовим площадки, будет очень интересно. Во второй номинации играли взрослые. По условиям турнира в составе команды должна быть одна девушка. Самые жаркие и захватывающие комбинации были замечены именно среди этих команд. Все легко было, отлично вообще. Он просто в щиповку кидал. Что самое было трудное? Самое трудное было... Был ветер, ветер был. Наша трудность. Среди взрослых первое место заняла команда Осиповой Светланы. В составе команды Лебедев Денис, Татаринов Станислав и Бураков Александр. В номинации VIP приняли участие три команды компаний-спонсоров. Места распределились следующим образом. На первом месте Аврора, на втором и третьем – Командор из 47-й регион. Это был уже второй турнир, посвященный знаковым для нашей страны и особенно для жителей региона событиям. Продолжение следует...